Здравствуйте, уважаемые зрители канала Прответок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владею личного подробного хозяйства. И сегодня мы попросим наших дорогих зрителей. У нас обзор на декоративные растения на моем участке. У меня, кроме большого плодового сада, кроме большого огорода, также множество декоративных растений и цветов. И сегодня поговорим о них. Если вы едете за мной, это флоксы. У меня есть различные сорта. Названий я не помню, потому что они давно растут в нашем саду. Всегда росли и цвели. Как видите, сейчас они на пике цветения, различных окрасов и цветов. Кстати, если вы хотите вырастить флоксы, то большой выбор сортов есть в нашем интернет-магазине. Главное условие для флоксов – это хорошо освещенный участок. Ведь если посадить флоксы в тени, они будут болеть мучнистой росой, и тетения вы можете не дождаться. Также флоксы любят расти на рыхлых, плодородных и влагоемких почвах. На почвах сухих, песчаных они плохо развиваются и плохо цветут. Поэтому подбирайте для флоксов хороший участок, освещенный солнцем, и тогда они порадуют вас цветением. Также у меня на участке растет древовидная гортензия, сорт White Annabelle. Наверняка этот сорт очень распространен среди дачников, и у вас на участке он также растет. Посмотрите, какие огромные соцветия белых цветов. Этот сорт очень неприхотливый и нуждается в минимальном уходе. Нужна лишь небольшая обрезка и подкормка перепревшим компостом осенью, и все. У нас вот такое классное цветение практически несколько месяцев в году. Это весь июль, август и даже начало сентября. Кроме флоксов, сейчас в разгаре цветения восточные лилии. В отличие от азиатских, они зацветают немного позже, примерно на 2-3 недели. Они более высокого роста. Обратите внимание, такая лилия примерно 1,5 метра высотой. Сорта лилий у меня различные, но все они имеют очень приятный цветочный аромат. В отличие от азиатских лилий, они приятно пахнут. Такие лилии, в отличие также от азиатских, имеют более продолжительный период цветения. Если азиатские лилии отсветают за неделю или 10 дней, то восточные лилии могут свисти вплоть до месяца, открывая все новые и новые бутоны. Если можете заметить, у меня вот на таких на лепестках небольшие пятнышки. Это вовсе не заболевание. Дело в том, что у нас летом прошел сильный град, и лилии побило вот этим градом бутоны. И теперь цветы немножко с пятнышками. Но все равно они смотрятся довольно декоративно, и аромат стоит на весь двор. Здесь же в цветнике растут и другие растения. Например, эхиноцея. Это обычная видовая эхиноцея, которая является не только декоративным цветком, но и лечебным растением. Раствор из листьев и соцветий эхиноцеи укрепляет иммунную систему. Также у меня растет и душица. Посмотрите, какая она красивая. Цветет практически все лето, привлекая в мой сад обилие различных бабочек и насихомых опылителей. А это у меня гладиолусы. Их я покупал в нашем интернет-магазине. Только посмотрите, какого они роста. У меня рост 1,87 м. И гладиолус почти ростом с меня. Огромные красивые и красные цветы. Просто красота. И уже они цветут. Здесь же в цветнике у меня растет клематис. Уже есть небольшие цветочки. Некоторые из них отцвели. В принципе, кустик у меня молодой и затвил только первый год. А за мной живая изгородь из пузыреплодника. Здесь различные сорта пузыреплодника, различных цветов, оттенков. Их я все лето регулярно подстригаю. И получается вот такой вот живой забор. Кроме цветников, декоративные растения я высаживаю и в огороде. Чтобы было приятно любоваться, приятно глазу и был армат. Например, перед вами матиола рогатая. Это однолетнее растение. Оно довольно невзрачное. Маленькие фиолетовые либо розовые цветочки. Однако вечером такие цветы наполняют весь участок душистым ароматом. Очень ароматные, неприхотливые цветы. Цветут примерно два месяца. И очень мне нравится. Каждый год их я сею в огороде и около дома. Также у меня на грядках посажены начеренкованные туи. Они выращены из черенков. Я весной начеренковал туйки и посадил. Вот перед вами двухлетние туйки. Через год они подрастут. Их можно пересадить на постоянное место. Сделать живую изгородь. Также рядом с туями, если можете заметить, это сеянцы гибискуса сирийского. Хоть это растение и южное, однако может приспособиться к нашим суровым условиям. И зацветать, радовать нас цветением. Красивых, ароматных цветов. А это розочка Red Leonardo da Vinci. Она также приобретена в нашем интернет-магазине. Осенью, в поздние сроки, в конце октября или даже начало ноября, я посадил эту розу. И посмотрите, как она хорошо прижилась и радует меня цветением все лето. Бутоны один за одним появляются все лето. И цветет эта розочка, и цветет. Очень рекомендую вот этот сорт к посадке. Также на огороде у меня посажены другие однолетние цветы. Вот, например, перед вами космея. Немногие знают, что космея, так же как и бархатцы, выделяет в почву различные вещества, которые отпугивают вредителей. Поэтому, так же как и бархатцы, я рекомендую посеять вот эти однолетние цветочки у себя в огороде. Они хорошо смотрятся, как в букетах, так и на грядках просто для вида. И полезны для огорода. Также в огороде я высеваю очень много бархатцев. Данное растение приносит несомненную пользу нашему огороду. Они не только насыщают почву различными минералами, различными веществами, улучшают структуру почвы. Но и отпугивают различных вредителей на огороде, а также имеют долгое и продолжительное цветение. После уборки урожая я такие кустики не выбрасываю. Их я мелко измельчаю и заделываю в почву. Своим запахом они отпугивают кротов с огорода. Несомненная польза. Обязательно сейте у себя их на участках. А это многолетний георгин. Один раз посадил и растет всю жизнь. Радует вас цветением. Посмотрите, какие крупные желтые цветы. А высота растения более двух метров. Очень неприхотливое растение, которое отлично растет и цветет в наших условиях. Сегодня я рассказал далеко не о всех декоративных растениях на моем участке. Показал только лишь те, которые сейчас у меня цветут. Однако их гораздо больше. Надеюсь, вам было приятно увидеть мой участок и мои растения. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова